Музыка Напомнить жителям об ограничениях, введенных в Подмосковье с 28 октября, в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, призвал Одинцовских депутатов глава округа. Андрей Иванов подчеркнул, что данные меры необходимы для снижения нагрузки на систему здравоохранения. Ведь в последнее время в округе регистрируют не менее 300 случаев заболевания ежедневно. Значительно растет и число госпитализированных. Второй раз в истории после эпидемии испанского гриппа человечество сталкивается с болезнью распространения последствий, которые влияют на все страны мира без исключения. Поэтому буквально от того, насколько часто каждый из нас будет соблюдать меры безопасности, зависит очень много. Продолжается всероссийская перепись населения, которая стартовала 15 октября. От участия в ней, подчеркнул глава, зависит дальнейшая программа развития территории, в том числе строительство дорог и объектов социальной инфраструктуры. С учетом, безусловно, коронавируса и всех ограничений, самым лучшим вариантом остается заполнить вопрос на лист на портале госуслуг. Это и безопасность с точки зрения передачи данных, и с точки зрения эпидемиологической обстановки. Основной вопрос вне очередного заседания Совета депутатов – изменения в бюджет округа. Проектом предусмотрено, что доходы бюджета Одинцовского городского округа на 2021 год увеличены в целом на 507 миллионов рублей, расходы на 504 миллиона рублей. В данных суммах учтены дополнительные поступления субсидий из вышестоящего бюджета в сумме 87 миллионов рублей. Дополнительные доходы появились благодаря арендной плате за землю, земельному налогу организации, реализации имущества, находящегося в собственности округа. Расходы увеличились за счет ремонта учреждений образования и создания новых мест в детских садах, установки пандусов для маломобильных граждан в жилых домах и запланированного благоустройства, оборудования контейнерных площадок и ремонта дорог. Увеличены расходы на улучшение архитектурно-художественного облика территории округа 63 миллиона рублей, на оплату электроэнергии для дополнительных объектов наружного освещения в сумме 48 миллионов рублей, на техобслуживание сетей наружного освещения, установку системы автоматического централизованного управления наружным освещением, устройство линий наружного освещения направлено почти 16 миллионов рублей. Депутаты обсудили вопрос поддержки общественных объединений добровольной пожарной охраны, которые проводят аварийно-спасательные работы и участвуют в тушении пожаров на территории округа. Среди форм возможной помощи – имущественная, имущественно-консультационная и финансовая. Она будет оказываться с 1 января 2022 года в размере 100 тысяч рублей. Получателем является Московское областное отделение общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», возглавляет ее Гусаров Павел Николаевич, является председателем Совета Одинцовского районного отделения Московского областного отделения Всероссийской добровольной пожарной охраны и филиал общественного учреждения «Добровольная пожарная команда Одинцовского городского округа», который расположен на больших веземах. Оба вопроса были поддержаны большинством голосов депутатов.